Несмотря на редкие снижения цен на товары и услуги, некоторым людям не хватает денег для комфортной жизни. Исправить ситуацию может повышение зарплат. Но не все работодатели могут пойти на такое даже в условиях дефицита кадров. Такая ситуация сейчас наблюдается на рынке труда. Тема продолжит Олег Фёдоров. Пёстрые линии не радуют глаз, потому что уходят вниз. Так сегодня выглядит схема обеспеченностью кадрами. Она создана Банком России. Дефицит рабочей силы наблюдается во всех отраслях, от промышленности до торговли. Цифры упали до самых низких значений со времен пандемии коронавируса 2020 года. По словам специалистов, всё упирается в приверженность модели дешевой экономики. Если специальность распространённая, соискателей хватает, то работодатель не будет предлагать им высокую зарплату. Другой подход к востребованным IT-специалистам. Они сейчас пользуются спросом, вот эти вот специальности. И чтобы они хотя бы хоть как-то удержать, они и повышают им цены. Потому что нет кадров, специалистов нет. А те, кто работают руками в данном случае, или те, кто могут работать в этой специальности, для них уже начинается вот это вот, какие-то, ну не повышение цен заработных плат. Вот и всё. По факту вот это всё происходит в стране. В Прибайкале же с начала года уровень средней предлагаемой зарплаты вырос всего на 6%. Сегодня она составляет 52 тысячи рублей в месяц. Это данные сервиса ХРУ. А спрос на сотрудников растёт куда быстрее. В сентябре на одну вакансию приходилось три резюме. А это очень мало. Конкуренции на рынке труда нет. Для работодателей это плохо. А вот для их сотрудников хорошо. Есть уверенность, что при нехватке кадров их не уволят. Так думают 75% наших трудящихся земляков. Наиболее уверены в стабильности работы сейчас специалисты по добыче сырья, строители, преподаватели, педагоги и производственники. Но при этом есть отдельные профессиональные категории, где сотрудники не чувствуют себя так уверенно. И среди них как раз растут сомнения в стабильности работы. И это, прежде всего, касается управленцев и руководителей, юристов и чар-специалистов. Нехватка специалистов сейчас объясняется несколькими факторами. По данным экспертов сервиса Суперджаб, основная причина – это демографическая яма. Последние 10 лет каждый год на рынок труда выходит на 100 тысяч молодых людей меньше, чем ранее. Добавить к этому прошедшую пандемию от коронавируса и непростую политическую ситуацию – и вот кадров мало. Но в этом есть плюсы для молодых специалистов. Самое время развиваться и двигаться по карьерной лестнице. Олег Федоров, Павел Рютин. Новости по будням.